Огромная, огромная нагрузка ложится на актёра самого. Дело в том, что на Западе, тут есть люди, приехавшие из разных стран, на Западе, вообще-то, очень часто режиссура, как говорится, занимается постановкой. А всё, что касается оправдания, это дело актёра. За это он, как бы, считается, получает деньги. Но в России, в России, это такой способ как-то, ну, не приветствуется. Не приветствуется. Всё, что я могу сказать. Что делать в таких случаях? Ну, приходится актёру работать самостоятельно. Всё равно, если бы я был артистом, ну, я не знаю, я в такую ситуацию, может быть, и не попадал, но для меня огромное значение имеет то, что случилось в этом эпизоде, в связи с чем я делаю этот шаг на сцену, в связи с чем. Это для меня имеет огромное значение. Ну, я стою за кулисами. Вот я стою за кулисами. Вот режиссёр говорит, ну, давайте в выгородку. Хорошо, я вышел в выгородку. В связи с чем? В чём мой интерес? От кого я завишу? Что случилось? На эти вопросы необходимо получить ответы или самому их себе дать, или сказать в связи с чем. Речь идёт не о болтовни и не о дискуссии. Но я же должен понимать, что я вхожу в дом, в дом, и в этом доме, допустим, кто-то болен. И в связи с этим я здесь появляюсь для того, чтобы узнать, что случилось, и могу ли я быть полезен. И завишу я вот кого-то от тебя. Так я же знаю. А если режиссёр говорит, так, всё, идите сюда. Вот вы здесь стоите. Ну, бывают такие случаи тоже. Всё бывает, нельзя никакого регламента, нельзя. Но это, как вам сказать, я могу только высказать, что вы попадаете в очень трудное положение. У меня у самого бывали, друзья, случаи, знаете какие? Когда я выступал не то, чтобы режиссёром-постановщиком, а я был абсолютным сатратом. Но это, когда возникают какие-то конфликтные истории. При выходе на сцену бывают очень острые конфликтные истории. Когда первый выход на сцену, актёры выходят, поворачиваются в зрительный зал и ждут от меня указаний. Я с ними работал в репетиционном зале по-живому. Тут так, тут так, тут так. Договаривались. Играли какие-то уже целые сцены. Всё такое. Начало репетиции. Первая репетиция на сцене. Это для меня имеет колоссальное значение. Я иду в зрительный зал, открывается занавеск, на сцене выгородка. У меня бывали случаи, когда актёры выходили из кулис. И мгновенно в выгородке, как будто бы, как продолжение зрительного зала, ой, репетиционного зала, они начинали репетировать. Это вот какой кайф. Это сладости режиссуры. Потому что он в комнате репетировал. И какие-то у него были наработки уже с партнёром. И он выходит на сцену. Он не обращает внимания, что он вышел на сцену. Он продолжает, репетирует. Также это сладости кайф. А бывают случаи, в репетиционном зале ты репетируешь. Что-то, что-то такое вроде организовал. Даже прогон сделал. А потом первая сцена, первый эпизод на сцене. Вот выходит актёр. И поворачивается. В темноте. Леонид Ефимович! Я здесь. А когда выходит их много, у меня спектакль начинается сразу на сцене около 30 человек. И все сразу 30 человек поворачиваются. И я вижу, что на их лицах нету доброго ожидания. А есть ожидания. Ну что предложите нам? Я выхожу поближе и говорю, давайте начнем приблизительно в том ключе, как мы это делали в репетиционном зале. То есть тут встреча, я говорю. Это, это. Тут встреча. Ну, что репетиционный зал? Репетиционный зал это одно, Леонид Ефимович. А вот это вот пространство великой сцены малого театра. Я говорю, Юрочка, Виталик, Слава, Саша. Мы же эту встречу сто раз как-то... Давайте как-нибудь попробуем так в том направлении, в каком бы на меня смотрят и мне не верят. Более того, я понимаю шкурой, что у них абсолютное убеждение в том, что я не знаю, что делать. Режиссер-постановщик не знает, как организовать первую резонансовую специальность. Тогда я показываю вам, как я себя вел. Не знаю, интересно вам или нет. Я иду по проходу, спиной к ним, и во мне возникает ярость. Я про них думаю так. Ах, засранцы. Я ставлю уже такой по счету спектакль. Вы уже столько лет со мной работаете. И какое количество спектаклей на этой сцене имело успех. И вы снова меня экзаменуете? Я поворачиваюсь и говорю. Коля, пейтесь в правые кулисы. В левые кулисы. Вот таким голосом, как сейчас. В правые кулисы и в левые кулисы. На сцене ни одного человека. Дайте удар колокола. Первый удар колокола. На сцене пусто. Второй удар колокола. Справа вышел Коля. Шесть шагов. Стоп. Пять шагов. Шаг назад. Удар колокола. Слева вышел Степа. Шесть шагов. Стоп. Четыре шага. Четыре шага. Через двадцать минут у меня готово начало спектакля. Я их задушил. Они были в полном восторге. Ахахахахахахахахахахаххахахахахахахахаххахаххахахахахахаххаххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх